Стадион для игры в регби в поселке Монино, первый в Московской области. Его строительство началось еще в 2005 году, затем спустя 7 лет работы были приостановлены. И вот, наконец, возобновлены в 2017 году по государственной региональной программе «Спорт Подмосковья». Конечно, реализация такого важного, большого проекта сегодня на особым контроле у руководства муниципалитета и области. Временно исполняющий полномочия главы округа Андрей Булгаков совместно с министром физической культуры и спорта Романом Терюшковым и представителями Минстроя региона проверили ход строительства рогбийного стадиона. Впереди второй этап возведения комплекса. Работы начнутся на западной трибуне. Параллельно строителям необходимо устранить замечания по первому этапу. В изначальный проект внесен ряд изменений. Начали достраивать три года назад стадион. Мы понимаем, что проект достаточно устаревший, поменялись международные регламенты. И с учетом того, что у нас есть планы здесь проводить этапы Кубка мира, конечно, нужно немного дорабатывать одну из трибун. Ее надо сокращать для того, чтобы увеличить саму игровую площадку, чтобы по регламенту соответствовать всем мировым требованиям. Спортивно-оздоровительные и реабилитационные центры, торговые и развлекательные площадки, помещение спортивного клуба на 50 рабочих мест. Все это должно появиться на территории регбийного комплекса по окончании строительства. Площадь поля более 9 тысяч квадратных метров. Стадион рассчитан на 7 тысяч зрителей. Здесь планируют не только проводить соревнования, но и организовать учебно-тренировочный процесс. Сегодня прославленная монинская команда по регби тренируется на другом поле в поселке. Подмосковная регбийная федерация обратилась к Андрею Булгакову с просьбой рассмотреть возможность реконструкции и модернизации этой площадки. Идея создать универсальную спортивную зону. Инфраструктура здесь планируется достаточно важная, спортивно направленная, и не только связанная с регби, но и другие спортивные объекты. Я считаю, что если наши жители, особенно в Монино, будут использовать эту инфраструктуру, это будет очень правильно и необходимо. Еще один объект, вопрос строительства которого волнует монинцев, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Именно в этом здании в советское время находился бассейн. И, конечно, сегодня жители Монино с нетерпением ждут строительства нового фока. Этот вопрос реконструкции объекта Андрей Булгаков обсудил с монинскими активистами и депутатами городского округа. Скажите, пожалуйста, мы его в таком виде уже не увидим, правильно? Здесь абсолютно новый проект, правильно? И этот новый проект, он уже привязан вот к этому месту, где мы стоим. Сегодня мы ситуацию разобрали. До конца июля будет полностью проект с экспертизой уже физкультурно-оздоровительного комплекса, с бассейном. И к концу года мы будем проводить торговые процедуры уже на строительно-монтажные работы. В следующем году начнем строить этот фок, который очень ждут все жители Монино. Анна Балиет, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.